МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Леонид Щукин. Рад вас приветствовать на проекте «Будь в форме» цикле передач, посвященных спорту, активному отдыху и просто здоровому образу жизни. В прошлом выпуске мы с тренером фитнес-центра «Мегаполис» Артемом. Артем, привет! Здравствуйте! Рассмотрели очень сложные упражнения из арсенала пауэрликтера, а именно приседания со штангой. Сегодня же мы поговорим о жиме штанги лежа. Артем, что такое вообще жим лежа как упражнение? И на что делает акцент пауэрликтер? Если сказать проще, выжимание штанги от груди в положении лежа. Следует разделить две техники жима. То есть для обычного обывателя, который не стремится поднимать огромные веса, подойдут самые обычные, то есть когда мы укладываем штангу ровно на грудь. Пауэрликтер же – это более тонкая техника, то есть там зависит от положения плечей, от положения лопаток, от ширины хвата, от постановки ног. В общем, это от выбора оборудования, на котором работает пауэрликтер. В общем, очень-очень много нюансов. Артем, а вообще на какие группы мышц направлено данное движение? Вспоминая технику обычных посетителей тренажерного зала, то есть у них самая большая часть нагрузки приходится на грудные мышцы. Если мы рассматриваем технику пауэрлифтера, и если мы берем за результат максимальное поднятие большого веса, то нагрузка должна распределяться практически равномерно. На грудные, на руки, на ноги, на спину. В общем, если подытожить, то жим лёжа, если у вас какая-то травма спины, можно использовать как упражнение для всего тела. То есть получается, что новичок, когда приходит в тренажерный зал, ему нужно изначально определиться, что он хочет делать? Всё верно. Обычный обыватель, посетитель тренажерного зала, может использовать жим лёжа как просто упражнение, ещё одно упражнение для тренировки грудных. Если говорим о тренировке пауэрлифтера, то это как раз является сама цель. Развитие техники в жим лёжа, поднятие больших весов – это и есть то, ради чего занимается пауэрлифтер. Ну что ж, тогда я предлагаю перейти от теории к практике. Поддерживаю. Пойдёмте. Так, и коротко о жиме лёжа. Давайте по порядку. Начинается из принятия стартового положения. То есть мы должны занять максимально удобное положение на лавке. Ложимся. Таким лучше слегка свистить лопатки. Свистить лопатки и опустить плечи. Вот таким вот образом это всё выглядит. Всё. Не отрывая таз. Без этого судья не даст команду на соревнованиях, если у вас будет вот такое положение таза. Оно должно быть прижатым. Стопы стоят максимально удобно. Можно использовать постановку на носки. Можно использовать полную стопу. Так, начинается так же, как и на приседаниях. Всё. С положения ширины хвата. Должен быть максимально удобным. Не слишком широкий. Не слишком узкий. На грифах обычно используется специальная риска. На соревнованиях шире этой риски взяться нельзя. Это максимально допустимый хват. Вот поэтому мы закрываем его указательным пальцем. Съём штанги со стоек. Лучше использовать партнёра, который будет подавать вам штангу. Но так как у нас его нет, будем снимать сами. Очень аккуратно и плавно. Руками. Так, удерживаем штангу. Опускаем её на низ груди и выжимаем. Информация для посетителей фитнес-клуба. Работают у нас грудные мышцы, трицепсы, плечи. А также из-за того, что я активно толкаюсь ногами, работают ещё и ноги. Так. Основными ошибками в этом движении, как я уже говорил, неправильное положение охвата. Оно иногда встречается слишком широкое. Во-первых, как я уже сказал, это не подходит под правила соревнований. Во-вторых, вам будет крайне некомфортно жать, потому что, если будет, допустим, слишком скользкий гриф, руки могут разъехаться, штанга может упасть на вас. Это, во-первых. Во-вторых, если хват слишком узкий, это неэффективно. На соревнованиях, я думаю, вам тоже об этом скажут. А в тренажёрном зале такой вариант, ну, если сравнить его с широким, крайне неэффективен, потому что вы не сможете взять большой вес. Нас интересует именно это. И, в-третьих, это развивает совсем другие мышцы, а именно делает акцент на трицепсах. Ну что же, как оказалось, жимлёжа не такое простое упражнение, как многие считают. Недостаточно просто лечь на лавку и выпрямлять руки. При выполнении надо уделять внимание многим моментам, но я уверен, благодаря советам Артёма, ваш жимлёжа станет намного лучше. В следующем выпуске мы поговорим о третьем упражнении из арсенала пауэрлифтера, а именно становой тяге. Всего вам доброго и будьте в форме с телеканалом Видное ТВ.